Всем привет! Так, я буду начинать. Меня зовут Нима Чиргин, я работаю программистом Nexolusions и там есть немножко твиттера моего. Я расскажу про пасгресс, потому что мне кажется, что пасгресс это лучшая в мире база данных и я буду всячески сегодня ее продавать. А еще я буду пытаться как-нибудь обосрать немного на сквере. У меня она не очень будет хорошо получаться. С чего бы на кого начать? Наверное, с историей. Пасгресс очень давно разрабатывается, примерно уже 15 лет. Для всех практически платформ есть, наверное, только для каких-нибудь раритетных его нету. У нее очень классный вид лицензии. Намного лучше, чем SQL и GPL. И намного лучше, чем теперь Oracle лицензия, которая там с коммерческой частью, что-то у нее не так. В общем, никто не знает, можно ли вообще пользоваться SQL. Спосредственно до такой проблемы нет. И самое главное это стандартные качества кода, которые пытаются и, я думаю, успешно пытаются соблюдать разработчики пасгресса. Во-первых, они следуют SQL стандартам и, во-вторых, они очень следят за качеством кода, который они пишут в самой базе данных. Кто использует пасгресс? Кажется, что никто не пользуется им. Но SQL сидят на самом деле нет. Skype, Cisco, Ravler, Apple и даже MDB у них у всех. Это не маленький на самом деле списочек. Список на сайте прогресса намного больше. Я выбрал самых красивых, большие, крупные фирмы, поэтому не думайте, что их так мало и больше. А какая сейчас самая главная проблема, мне кажется, с прогрессом? Это в том, что люди боятся его использовать. Они думают, что это что-то сложное, я не смогу ничего понять, там будет MySQL. MySQL я все знаю, там Феликс сделал и все нормально работает. А с подгрессом все боятся, все думают, что там что-то все не так. Не надо бояться, это не страшно. Он почти такой же, только еще круче. Попробуем пройтись по вопросам, которые обычно возникают у разработчиков с MySQL, про пленных. Начнем, наверное, с миграций. Если кто-то пытался использовать в проекте своей миграции, то, я уверен, у него была такая проблема, когда у него были совсем базовые миграции, когда это скрипт с методом up и методом down, и вы в методе up пишете alter table up column, а в методе down пишете alter table drop column, и вроде бы как вот все хорошо. Никаких проблем быть не нужно, но если в вашей миграции будет два. Две модификации, она, например, на труб колонки, а другая на добавление колонки, и в процессе добавления колонки произойдет что-то не так. Например, как упоминаю, я сделал ошибку, написал not null без буквы L. То в MySQL первое, первый alter уже сработает. Вы не сможете откатиться назад никаким образом. В связи с этим я, честно говоря, даже не знаю, если кто-то использует MySQL, пытается использовать в ней миграции, как он это делает. Потому что, если ваша миграция не выполняется внутри транзакций, ну, никаким же образом нельзя обеспечить потом откат. В пасгрессе транзакция ddl, так называемый язык создания таблиц, он транзакционный. Поэтому, если вы сделаете alter, его можно будет откатить с помощью команды rollback. В принципе, в MySQL есть способ этого избежать. Вы можете попытаться сохранить вашу структуру таблиц в схеме. Описываем схемку, и миграции генерирует ваш фреймверк. Например, так сделано, я не уверен на 100%, по-моему, так сделано в Propel. Вы пишете, описываете XML, где написано, у меня будет такая таблица, мне будут какие-то колонки. А потом все разработчики, которые хотят накатить миграции на свой код, они генерируют код этих миграций. И сам Propel запускает их построчно. Мало того, если он увидит, что одна из строчек выполнена с ошибкой, он откатит их в обратном порядке, потому что у него есть реверс до каждой строчки. Ну и тогда, естественно, проблем не будет. Мне кажется, это какое-то полурешение. Лучше, если у нас есть возможность сделать транзакционный ddl в самой базе данных, то это намного проще. Вы просто делаете старт транзакции, добавляете каноночку, добавляете еще одну каноночку, говорите commit, у вас все колонки добавились. Или, можно сказать, rollback, и колонки все пропадут. Ничего не нужно будет для этого делать страшного. Идем дальше. Одно из самых мощных таких возможностей подгресса – это возможности индексирования. Майсквеле традиционно все используют индексы уже потом, когда они все начинают тормозить. В пасгрессе разработчики обычно стараются как-то проектировать эту часть работы, и поэтому в пасгрессе есть много разных типов индексов. Справедливости ради хочу заметить, в Майсквеле тоже есть, по-моему, два типа индексов – обычный b3 и для геоданных gist. То, что похоже на gist в пасгрессе. В пасгрессе у нас есть четыре типа. Это больше. Вы скажете, а что в количестве индексов – это же не самое главное. Но нет. Есть много разных хитрых способов индексировать данные. Например, мы можем делать… Ну, давайте сначала спросим проблему. Вы делаете запрос первый на слайде. Вы делаете обычную процедуру логина, но вы хотите залогинить только активно. активных пользователей, у которых статус равен единичке. Вы можете сделать индекс по трех паям – по email, по пасворду и по статусу. Но какой смысл это делать, если у вас 90% пользователей в базе активны? У индекса будет слабая избирательность, и он не сможет эффективно работать. Или, например, если вы захотите получить email, пользователь вводит email как угодно, и хранится, точнее, оно в базе данных как угодно. А на вход вам поступает email в ловеркейсе. Вы делаете вот такой запрос? Конечно, это глупый вариант. Ну, никто так в жизни не будет делать. Он сначала сделает какой-то фильтр на пользовательский ввод и скажет, что собакатест.com уже должен быть в ловеркейсе. Ну, мне нужен был пример какой-то. Вот. Или, например, вот еще хороший вариант с токенами. Иногда нужно найти, не пытаться искать по всему токену, а достаточно проверить только первые восемь символов. Естественно, в таком случае индексирование работать не будет. Ну, в MySQL не будет. Для подкреса мы можем сделать индекс, так называемый партиальный индекс. Для первого случая мы индексируем только тех пользователей, у которых статус один. Естественно, они автоматически туда попадают. И в индекс, как только они активируются или деактивируются, они из индекса выпадают. И второй вариант мы можем проиндексировать по функции. Например, мы можем проиндексировать ловер от e-mail. Замечательная возможность функции можно написать самому. Это значит, что вы сможете индексировать по той функции, которую вы хотите, а не только по встроенным. Идем дальше. Непонятные штуки похожи на сервис. Что это такое? Очень часто хотелось бы иметь возможность генерировать некие серии данных. Ну, в реальных проектах это редко используется, конечно. Больше это используется при демонстрациях или когда вам нужно заполнить табличку какими-то тестовыми данными. Вы говорите select general series, например, 1010 и у вас генерируется колонка в количестве 100 штук элементов. Первый будет единичка, второй будет 11, 21 и так далее до 1000. Шаром 10. Работает не только с цифрами, а, например, работает еще и с датами. Можно сгенерировать, например, массив. В PHP это уже будет массив, конечно. А в воскресе это будет колоночка, в которой будут значения от текущего дня, например, до текущий день плюс пол недели и с интервалом 17 часов 16 минут. Я специально придумал такой хитрый пример, чтобы показать, что в пасгрессе очень красивая возможность работы с датами. Можно добавлять вот таким образом, манипулировать ими. Красиво. Получается, если мы сделаем generate series, это пример, картиночка из утилитки для работы с базой данных. Так выглядит диапазон дат от сегодня до через пол недели с интервала 17 часов 16 минут. В MySQL тоже есть интервалы, но они не такие красивые. В MySQL нужно написать интервал 17хаур плюс интервал 16 минут. Даже не так красиво, как 17хаур 16 минус. Так, идем дальше. Какие еще странные вещи приходится нам делать? Например, вы делаете систему бронирования с котелями или еще что-нибудь такое у вас есть. И нужно будет, например, узнать, какая комната будет свободна с 10 до 11 утра. Или свободные 10 мест подряд. Для этого есть замечательные штуки, называемые рейджи. Например, мы можем сказать, вот тебе диапазон дат с 1 января по 15 января. И можем спросить, а входит ли дата 10 января в этот диапазон. Как видите, диапазон дат оформляется в виде строки. И внутри, вы видите, квадратная стопка есть и круглая. Она работает именно так, как работает это в математике. То есть, когда вы задаете интервал в математике, вы квадратной стопочкой обозначаете, что это будет включено, а круглая, что не включено. Можно узнавать, входит или не входит. Перекрываются, например, диапазоны или не перекрываются. Можно их объединять, можно получать пересечения. Ну и в целом, с помощью вот этих вот четырех функций можно делать все что угодно с диапазоном, особенно с диапазоном дат. Для вот этих всяких вещей бронирования это волшебно. Так, e-commerce это же то, почему мы здесь и собрались, аналитика там все. Например, такие вопросы, как получить топ-3 поста с самым большим количеством комментариев. Ну, это не самый интересный вариант, а, например, почему ты его здесь не описал, но не самый интересный. Три самых последних комментария у всех постов по дате. Или, например, отклонение зарплаты от работников от средней по отделу. И список самых дешевых товаров в каждой категории. Очень сложные запросы, попробуйте на досуге сделать их с помощью SQL. Для этого существует несколько вещей, и мы их рассмотрим по порядку. Сначала все-таки CTE, а потом оконные функции. Итак, что такое CTE? Вы можете этот способ структурировать ваши запросы. Если раньше у вас был select, внутри select, внутри select, внутри select, внутри select, теперь вы можете сделать вот такой вот width. Называть его, например, каким-нибудь образом. И сказать, что вот sales data у нас это будет один select. Region data это будет другой select. А потом сделать запрос из них двоих. Можно их сжонить, можно их как угодно с ними жонглировать. Естественно, вызовов у вас может быть масса. И это позволяет красиво структурировать запрос с таким образом, что он будет понятен человеку сразу по ней вот это вот сидишь и ковыряешься. Выделяешь каждый подзапрос и отдельно получаешь из него результат, чтобы понять, что он делал. Это первая возможность. А вторая это window functions. Довольно сложно объяснить, что такое window functions, пока ты сам не попробуешь. Поэтому я придумал вот такой странный пример. Предположим, вы хотите получить некие источники из таблички, и где есть эти элементы, и владельцами этих элементов являются пользователи. И пользователи генерируют эти данные. Например, это комментарии. Заказы. И что мы хотим? Мы хотим получить самый первый заказ каждого пользователя. Каким образом это можно сделать? Мы пишем, что будет выполняться группировка по полю createdAd, а затем мы не будем указывать в оператор groupBy. Вместо этого скажем, разбей, пожалуйста, результаты этого запроса по колоночке userId. И внутри результатов отсортируем по createdAd. Ну, не знаю, запутано немного, получается, конечно. Но общий смысл такой, что в результате мне получится так, что я закруппировал по userId, но я точно гарантирую, что строчка, где createdAd самый маленький, потому что я указал orderByCreatedAd, всплывет всегда вверх. В MySQL мы не можем гарантировать, какая из строчек всплывет во время группировки. Здесь мы даем возможность этим управлять. Еще пример с группировкой. Смотрите, что происходит. Мы выбираем зарплату, а во второй колокол мы суммируем и просто задаем сортировку. Что получается? Что колонка сумм от salary, она все время увеличивается. То есть, вот эта агрегация, она не влияет на результат, который придет вам от запроса. Вы анализируете данные, которые у вас уже получились. То есть, если вы просто скажете, если это селери, вы получите колоночку селери. А функция сортсун селери, она пробегает по этим данным и производит над ними некие манипуляции. Я думаю, что стоит, чтобы кто-нибудь спросил вопрос именно по этой штуке, потому что дальше будет чуть сложнее. Есть ли люди, кому непонятно, как работает партициирование? Или вот ордер? Я надеюсь, вы понимаете. Окей, идем дальше. Мы пробуем получить три самых последних комментария по дате для всех постов. Значит, знакомый нам вызд, он здесь специально выделен, чтобы разделить два запроса. В первом запросе мы выбираем все комментарии, группируем по пост.id и нумеруем каждый комментарий внутри с одинаковыми пост.id, отсортированным по created.ad. Таким образом, мы получим что-то типа… А, блин, нет у меня картинки. Надо было показать картинку. Ну, мы получим таблицу, где у вас появится новое виртуальное поле rank, где будет циферкой обозначено, на сколько комментарий новый. То есть, у самого нового комментария rank будет один. У самого старого – максимальный. Дальше мы джойним комментариям, ну, как обычно, все. И в конце мы выбираем все комментарии, у которых rank меньше трех. То есть, мы выбираем по три самых новых комментария для каждого поста. Так. Что можно делать еще? С ranked comments, с Wizz, Wizz может быть рекурсивным. Это значит, что вы в запросе, который вы описываете внутри Wizz, можете обратиться к результатам этого же запроса. И вот здесь такой пример. Ну, это классический пример, где мы пытаемся строить дерево, пробегать по дереву категории. У вас есть ID, parent ID, название категории. И вы хотите получить новые данные по этим значениям. Например, вы хотите получить путь. Пас и level – это то, чего у нас нет. Так вот, с помощью этого запроса мы можем получить пас и level. Каким образом он работает? Здесь есть два запроса. Первый запрос получает все корневые категории. Это те, у которых parent ID из нул. Все ником where это видно. И дальше мы объединяем этот запрос с запросом, который получает все дочерние категории для этого запроса. И второй union, он все время будет выполняться до тех пор, пока в следующем запросе не окажется, не будет данных. После того, как данных не будет, union, рекурсивность закончится. И это мы получим в виде результата. Ну, таким образом мы получили что-то типа этого. Так. Идем дальше. В подгрессии настолько много всяких функций, что они решили обязательно положить новый сквель внутри сквеля. И для этого есть даже не одно средство, а три сразу. Можно создавать типы данных с массивами. То есть вы можете хранить не просто, например, значение интежеров, а сказать, что это будет колоночка, в которой будут храниться массивы интежеров. Эта волшебная функция, волшебная возможность позволяет вам делать, например, хранить тэнки прямо внутри постов. Почти как в новой сквельбоз данных. Вот пример. Мы вытаскиваем все рестораны, у которых есть в меню бургер и пицца. Как видите, здесь уже используется оператор собака больше. Вот этот оператор – это оператор включения. Мы его уже видели раньше в рейнджах. Или, например, это такой изысканный способ сделать select.fromProducts whereProductNameIn. Вместо in можно использовать any. Или можно было бы написать много-много оров, а можно было бы вот так сделать. Мы превращаем массив, то, что вы видите в фигурной скобочках – это массив. Мы его превращаем в массив текстовых элементов, а функция any принимает на вход как раз массив текстовых элементов. И таким образом мы пишем условие, что продукт попадает в этот массив. Что такое HStore? HStore – это способ хранить пары ключ-значения прямо в базе данных. Для чего он хорошо подходит? Именно там так и написано – для таблиц аудита и логов. Потому что можно хранить нечто наподобие JSON, но очень быстрого. И при этом не задавать ему структуру. Вы же не знаете, что будет меняться. То есть, грубо говоря, у вас таблиц, в которой есть только два поля – ID и Data. А внутри Data у вас может храниться все, что угодно. Как будто бы документное хранилище какого-нибудь редиса. Последний запрос показывает пример, как можно получить, например, все документы из таблички Test, где атрибут поля Data – Age больше, чем равен 25. Ну и дальше JSON. В конце концов, почему вы придумали какие-то страшные вещи? Они взяли и придумали поле типа JSON. Теперь у нас в PostgreSQL как будто бы и Monge. И все ваши колоночки – это… Можно просто создать табличку, где будет айкишник и дата. И эта дата будет типа JSON. И вы сможете хранить все ваши данные прямо в… Как вы хранили их в Monge, так же и прямо хранили их в PostgreSQL. И скажите, а быстро ли это? Это быстро. Во-первых, все колоночки индексируются. В Monge вы можете создать индекс только по одному свойству документа. А в PostgreSQL вы можете проиндексировать прямо весь документ. Точнее все его поля. Эта возможность добавится в 9.4. Поэтому сейчас пока не надо пробовать это делать. 9.4 вот-вот уже выйдет. Вон такая картиночка, когда люди взяли ее… Live-базу Monge и попробовали импортировать ее прямо в PostgreSQL. С помощью команды PgCOP. Это скорость импорта. И как видите, PostgreSQL обгоняет Monge по скорости вставки данных прямо в себя. Там есть еще много разных графиков. Я их все не стал приводить, но поверьте мне, они все для PostgreSQL выглядят в выгодном свете. Как вставка, так и insert, как и копирование. Намного быстрее, чем в Monge. Если честно, я вообще не знаю, зачем теперь Monge нужна. Потому что можно делать вот это все. Ну, это рано пока. Что еще можно сделать с JSON? Можно попробовать сделать REST API прямо в базе данных. Поскольку в PostgreSQL вы можете писать свои расширения. Те расширения могут быть написаны на любом языке практически, как вам только вы хотите. Вы можете написать небольшую отгазочку для вашей базы данных, которая будет работать как REST API. И манипулировать она, естественно, будет JSON. Все это вы можете взять прямо в базе. Я вообще думал, что будет дольше. Думал, сейчас не успею, буду рассказывать про все, скажу. А вот еще есть. Ну нет, расскажу побольше тогда. Что еще есть? Foreign Data Wrappers. Это возможность описать некую структуру данных, как источник данных для PostgreSQL. И после этого вы описываете, например, вот у меня есть файлик. И там лежат данные. Это csv файлик. Но к нему можно будет делать запросы, как к обычной таблице. Или писать join с ним. И это будет работать. Это Foreign Data Wrappers. Можно, например, подключить MySQL внутри PostgreSQL. Будет весело. Можно писать процедуры и триггеры на разных языках. Можно писать на C, можно писать на SQL. Но самое главное, что можно писать на FKP, Python и даже на JavaScript. И выглядит это, конечно, забавно. Если честно, я не пробовал. Но должно быть тоже весело. Внутри транзакции можно делать сохраненные сейфпойнты. Я потом посмотрел, оказывается, в MySQL это тоже есть. Ну, так, конечно, подкресенье красивее. Не поверите. Что такое DP-Link? Можно иметь внутри одной базы данных возможность делать запросы в другую базу данных. Просто вы говорите, вот у меня есть DP-Link и указываете DSN к этой базе данных. Все. У вас есть две базы данных внутри одной. Они могут даже физически находиться в разных местах. Можно использовать для протецирования или чего-то такого, но я не придумал. Не помните, если честно, такого хорошего юзкейса. Наследование таблиц. Это вообще расцветная функция. Например, можно определить таблицу с пользователями, а потом определить табличку с привилегированными. С пользователями, у которых будут дополнительные колонки, например, привилегии. И после этого вы можете делать вставку. Если вы делаете вставку в табличку привилегированных пользователей, а она наследуется от обычных, то вставка происходит в обе таблицы. А если вы вставляете только в главную... Ой, нет. Неправильно. Если вы вставляете в наследуемую, то данные вставляются только в наследуемую. А если вставляете в главную, то в обе. У вас как бы получается шартинг такой по критерию. Наследовать таблицы. При этом, с точки зрения PHP, наследуемая таблица выглядит точно так же, как обычная. Так что это вообще не страшно. Есть еще такой волшебный тип данных XML. Можно прямо XML-чекомендовать в базе. И к ним же можно делать запросы в виде XPASS. И я даже подозреваю индексировать по вот этим вот всем атрибутам или тегам и так далее. Можно определить свои типы данных, но для совсем фанатов. Если честно, я никогда такого не делал. Если вам вдруг захочется когда-нибудь сделать свои тип данных в Postgres, это значит, что вы не нашли того, который там встроен. А там столько встроенных есть. Все, я не знаю даже. Default values. Это такой маленький такой плевочек в сторону MySQL. В MySQL нельзя задавать при создании таблиц. Вы не можете создавать значение по умолчанию. Кроме какой-нибудь константы. Вы можете сказать, у меня будет колоночка, там статус, и у нее будет по умолчанию циферка 0. И все. Вы максимум, что можете сказать, еще now. Вы все. Больше ничего не можете. А в подписи вы можете задать любую expression. Вы даже не можете сказать, что дефолтовое значение у меня будет select из какой-то другой таблицы. И любой expression из qr. Ну да. У нас к плохому все-таки. Что не хватает? У нас не хватает. Для pg-пистов не хватает urm. Потому что для питомщиков и рубистов есть. А для pg-пистов нету. Потому что pg-писты все время плетутся сзади. Это плохо. Надо просыпаться и писать свои urm. Хороших urm нет. Нет хороших gui-tools. Точнее они есть, но они платные. pg-admin он немного коряненький. Хоть и кросс-платформенный. Есть и под Mac, и под Windows, и под Windows. А есть еще Navicat, но он стоит безумных денег. Он 500 долларов стоит для работы с базой данных. Это же никуда не родится. Navicat власть бесплатно. Но он все равно половину не умеет нам интересного. Опять же, если сравнивать по функциональности Navicat и pg-admin, pg-admin далеко впереди. Пусть он не такой удобный по удобстве, но все равно он лучше, чем Navicat. Ну и конечно же стереотипы. Все боятся использовать прогресс, потому что думают, что он какой-то страшный. Надеюсь, я хоть немного разбил. Что почитать? Там много ссылок. Самая главная ссылка вверху там. Postgres weekly. Вообще, если надо было побольше их написать. Есть Postgres weekly, есть Node.js weekly, есть Database weekly, вот DB weekly. Есть, по-моему, PHP weekly. Их там целая подборочка. Наверное, штук 10 есть разных weekly. И что это сейчас представляет? Вы подзнакомьтесь на сайт, а там ничего нет, кроме довода вашего адреса в e-mail. Вы туда пишите свой адрес, и вам каждую неделю приходит подборка новостей намного лучше, чем на хабре. Правда на английском? Ну ничего. И в этих новостях очень много делают обзоров на новые библиотеки, очень много на новые подходы. Какие-то новые релизы софта. В общем, вещь невероятно полезная. Если вы хотите быть в курсе всех событий, обязательно подписывайтесь на все. Я на все подписался и читаю теперь. Хабр не читаю, потому что там ничего интересного нет. Волшебная ссылочка Choose Samsung Girls Fundament. Это огромнейший пост чувака, который пишет, почему MySQL не надо использовать. В MySQL невероятное количество ошибок, которые сделаны в проектировании. Меня этого коснусь чуть попозже. И, конечно, документация. Документация, по зрению, это лучшая документация, которую я видел вообще для айтишных проектов. Ни в одном, ни для одного продукта для программистов я не видел такой хорошей документации. Она разделена по версиям. Там есть интерактивные, с комментариями, без комментариев, с кучей кросс-ссылок. Я не знаю, там, наверное, целый отдел сидит, который документацию не пишет. Немного вот. Я хотел показать, почему плохо используют MySQL. Начал собирать ссылки, но потом уже было 3 часа 0, надо было эти спать. Поэтому их немного. Например, можно сделать select 1 поделить на 0. И никто в MySQL не скажет, что это ошибка. Можно отелить на 0. Можно сделать запрос, где ва-интеджер равно и описать там строку. И MySQL тоже ничего вам не скажет. Вы скажете, я же Vora, я вам пользуюсь, у меня такого не будет никогда. Это вы сейчас так говорите. У MySQL есть масса изменений, которые происходят внутри MySQL таблиц, пока вы не знаете ничего. Например, вы можете добавить колонку, сказать ей not null, а она по умолчанию установит себе значение 0 или пустая строка, в зависимости от того, какой из типов больше подходит. То есть в правильной базе данных, если у вас есть колонка уже с данными, и вы попробуете добавить колонку not null, не задавите дефолтовое значение, у вас возникнет ошибка. Ну иначе каким образом можно добавить колонку в таблицу с данными, и при этом она будет not null. Там же ничего не будет в этой колонке, а она должна быть not null. Непонятно, что делать. И правильные базы данных говорят, эй, ошибка, задай дефолт. MySQL ничего не говорит, она устанавливает дефолт в 0, если это был в интеджер, или в пустую строку, если это была строка. А потом у вас оказывается все в таблице определенная колонка, которую мы говорили попозже. В ней написано not null, а там куча пустых строк. Это один из примеров того, как в MySQL решаются проблемы. Например, там есть много функций, которые работают с датами. И вот они работали до версии 5.5.16 в одном ключе, потом с версии 16 по 20 их изменили и сказали, что они будут более строго относиться к тому, что она переходит на вход к этой функции. А потом вернулись 5.21 назад, потому что слишком много людей пожаловалось. Вот так и происходит в MySQL. Это маленький пример. Поверьте, в той статье choose something else, там столько примеров. Вы сводите за голову, как фрай на четвертом слайде. Всем спасибо, задавайте вопросы. Конечно. Я, кстати, не упомянул, а это вообще самое главное. В MySQL однажды я решил поискать инструкцию, как сделать зеркалирование в MySQL. И, естественно, мне нужно было зеркалирование так, чтобы не выключать базу данных. Я написал в Гугле зеркалирование в MySQL. А, make a replication in MySQL without database downtime. Там была инструкция из нескольких пунктов. Первый пункт нужен был подключить из MySQL. Не, не подключить. Скачайте вот эту фигню. А вторым пунктом было остановить MySQL. Я так и не понял, как шокотел автор сказать. В PostgreSQL, наверное, действительно нельзя сделать репликацию без остановки. Вам придется остановить ее. Вот там есть масса решений. Есть в слоне, есть встроенная синхронная репликация, есть репликация master-slave. А синхронная, а синхронная, через вологи, через тысячи разных способов. И каждый из них, естественно, подойдет только под ваш случай. Всегда надо читать документацию, потому что в документации все случаи описаны. Когда, можно, какой. У меня, кстати, тоже хороший вопрос. Если честно, в моем опыте у меня еще не было таких баз данных, где было бы больше трех терабайт. Я только верю тому, что рассказывал Аска Ойя на презентации в PostgreSQL в 2008 году. Они проводили тестирование о том, что будет, если там много данных будет, и как будут работать запросы. Есть определенный класс проблем вообще с большим количеством данных. И этот класс проблем, он может возникнуть, а может не возникнуть. Вот они говорят, что как бы спрогнозировать, что будет у вас, очень сложно. Лучше вы попробуйте, и пока вы сами не столкнетесь, никто вам не расскажет, как это будет. Будет ли проблема или нет. Потому что у одного человека работает, а у другого нет. У него такая структура данных, такие запросы определенные. В общем, это больше зависит даже не от того, сколько у вас данных, а от того, какие запросы будут производиться к этой базе данных. Будет больше инсердов, там будет больше индексы, будут хорошо работать, им плохо, там избирательность, как будет работать. Ну, в общем, сложный вопрос. Про блокировку таблиц. Опять же, поскольку я еще тоже, ну, пришел на СинКХТ, а значит, я не очень опытный разработчик, то можно точно сказать, что есть несколько способов типа блокировок. В доке, я помню, их там что-то в районе пяти или шести. И в зависимости от условий выполняется различная блокировка. Таких блокировок, которые ломают эту базу данных, по-моему, там нет. И в основном управлять блокировками вам не нужно. То есть, планировщик, когда выбирает плану планирования запроса, он сам выбирает, как заблокировать или не сблокировать. Есть один подводный камень, который есть, наверное, во всех базах данных, где есть транзакции. Выглядит он примерно так. Предположим, ну, надо, конечно, нарисовать. Ну, предположим, у вас есть запрос, два запроса, которые выполняются в транзакции. Первый запрос изменяет одну первую строчку с айтишником 1, а второй запрос изменяет строчку с айтишником 2. И у вас выполняются две транзакции. Первая транзакция выполняет эти запросы в прямом порядке, а вторая транзакция выполняет эти запросы в обратном порядке. То есть сначала изменяется двойка, потом единичка. Как это выглядит во времени? Начинает работа первая транзакция, и пазгресс блокирует строчку, ту, которая будет изменена первой. Значит, в первой транзакции у нас изменяется строчка с айтишником 1. Мы заблокировали. Дальше начинает работать вторая транзакция, которая собирается изменить строчку с айтишником 2. Она блокирует строчку с айтишником 2 и меняет ее. Дальше продолжается транзакция. А в пределах транзакции, как мы знаем, области видимости вот этой транзакции внутри, неправильно сказал, наверное, запутал. Забудьте про КПР. Второй строчкой будет выполняться обновление, изменение строчки с айтишником 1. Но в первой транзакции строчка с айтишником 1 заблокирована. И он будет ждать блокировки, пока блокировка снимется. Дальше идет коммит, и после этого по времени выполняется обновление строчки с айтишником 2 из первой транзакции. Но он не может ее закончить тоже, потому что она заблокирована второй транзакцией. Получается дедлок. То есть заблокирована одновременно и строчка первая, и строчка вторая. И эти две транзакции будут висеть до бесконечности. Вот вы можете избежать этой ситуации одним простым способом, дисциплиной, выполняя ваши апдейты в определенной последовательности всегда. То есть если бы ваши опи-транзакции выполнялись подряд, и было бы апдейт сначала с айтишником 1, потом апдейт с айтишником 2, никаких проблем не было. Но из-за того, что у вас идет все не по порядку, вы получаете проблему. Ну я не знаю, ответил, я ответил на вопрос, я, наверное, больше запутал. Скажите, а вообще кто-то использует пасгресс? Пробовал, использовался пасгрессом? А в продакшене? А ну что, меньше 5%? Это мало. Итак, спасибо. Продолжение следует. Потому что то же самое все происходит. Потому что у нас есть, у нас нет схемы все равно. Мы описали просто колоночку с типом данных JSON, и мы там будем хранить JSON, как в Монге. И при вставке данных туда никаких проверок не нужно производить. В случае выборки на эту колоночку дата у вас будет натравлен индексатор, который проиндексирует их определенным способом. Это, естественно, не простой B3 индекс. Он не просто значение проиндексирует. Он знает, что внутри лежит структурированный документ, у которого есть паря, и у которого есть вложенные под паря. Он их все проиндексирует. И когда вы будете обращаться по какому-либо, например, пути с помощью инструмента, похожего на XPath, только для JSON. Не знаю, JPath. Ну, есть что-то похожее. Это же обращение сначала будет обращаться к индексу, и индекс ему поможет найти документ быстрее всего. Так что, на самом деле, это очень перспективная штука. Я не знаю, почему. Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим какие-то решения, которые будут основываться именно на вот этой возможности. Просто сейчас в возгрессе тип данных JSON немного ущербен. Если он в версии 9.4 добавит другую репостась, и он будет называться не JSON, а JSONB. Вы будете выбирать, либо использовать JSON, либо использовать JSONB. JSONB — это структурированный JSON. Он действительно знает, что то, что у вас написано в поле, это значение поля. А обычный JSON, он не знает об этом. Он просто считает, что вот у вас в строке, а там хранится JSON. И под JSONB гораздо быстрее индексирование происходит. И можно делать сложные запросы, можно делать вложенные документы, можно всяких вещей. А я сейчас до сцены, извините, чтобы выяснили, что можно обрабатывать в несколько языках, пальмах, еще ничего там. Вот я, допустим, хочу приведить в области. И делали чайную шпидатом, у Джинсон. То есть у меня обрабатывается в области 8, и злоумышленник, который я обрабатываю, когда вы определяете параметры, которые будут поступать на вход в функцию, они строго типизированы. Поэтому, то есть если вы сказали, что ваша... Ну, каким образом вообще происходит программирование, например, на V8 внутри подклеса? Вы просто пишите, например, трикер или функцию, которая выполняет какой-то код или бедную задачу. И все равно это будет функцией. И у функции будут входные параметры. Если вы зададите определенный тип, скажите, что это будет строка, или это будет интеджер, или это будет дейтайм, или интервал, или еще что-нибудь, ничего другого туда не попадет. Если оно попро... Или если туда будет подсунуто что-нибудь, оно останется в этот тип. И просто не вызовет. То есть вы... Сометализация вот этих вот данных, она внутри функции уже будет произведена. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я не знаю точно, но это исходя из просто логики работы этой вот системы с V8 или с питома. В PHP нет специфизации, но в самой функции, когда вы создаете функцию, вы пишете обрадочку, вы пишете все-таки на языке, который подгресс вам индиварирует. Он говорит вам, вы должны объявить функцию, код которой будет написан на языке PHP. Но объявление функции, но на PL, на питома, скажем, на подгрессовом, не диабекте даже, а на DDL. То есть то, что... На голубь языке написан create, вот это вот table, что-нибудь, это DDL. The data definition language. Я помню, ты писал в этом в чате, и эта проблема была в том, что у тебя был просто JSON, а не JSONB. В JSONB ты можешь это все делать. Получается, чистый JSON, он ущербен. Его можно использовать, но не для того, чтобы хранить, а для того, чтобы манипулировать данными. Например, если надо сагрегировать как-то, потом вывести. То есть у вас исходные данные все равно хранятся в табличках и колоночках, а потом вы вдруг решили, что ваш запрос должен возвращать строку JSONB. Вот вы взяли эти функции, как-то сагрегировали данные, и получилось у вас JSONB. Этот вопрос задают всегда на всех докладах по подгрессу. Потому что все... Надо же как-то переяснить? Нету. Точнее, есть. Но они плохие, потому что они не учитывают многих особенностей. Привожу пример. В MySQL есть такое понятие, как автоинкремент. Это свойство поля. И мы все понимаем, что свойство это не какая-то штука, которая конкретно к полю относится. А в подгрессе это не так. В подгрессе нет возможности задавать автоинкремент. Потому что стандарт, SQLStandart, SQL99, он не подразумевает вообще такого свойства автоинкремент. А в подгрессе они очень-то точно следуют стандартам. Поэтому они реализовали так эту функцию, как предусматривает стандарт. Вы создаете отдельный объект в базе данных, который называется sequence. Это последовательность. И когда вы определяете колонку, вы говорите, что у меня будет колонка типа integer, а в ней дефолтовое значение будет nextVal от sequence и указывает имя sequence. Таким образом, когда новые данные вставляются, он просто берет и считывает из этого sequence и записывает в значение колонки. А значение в sequence наращивается. Sequence это такая штука, как генератор, который просто наращивает счетчик. Может он задать ему разные критерии, сказать, что он, например, не по единичке наращивался, а по двойке или по тройке. Ну, как угодно. У него есть возможность настройки. И вот как промигрировать автоинкремент в sequence? Это сложный вопрос. Нам нужно разных способов сделать многое. Или, например, в MySQL есть Boolean-тип. Энум. 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 В подгрессии нет энума. Потому что энум тоже неописанность перед стандартом. Приходится притумывать варианты. А реализовывать, сделать энум. В подгрессии тоже есть масса способов. Энум. Не энум. Энум. А как быть с последним записанным значением? Мы записываем базу, 4 года. А потом задрайки последних сам. Ну, это за драйвером. Это все драйвер решает. Он не видит, что должно быть. Как вот ПДО решает, ПТП это вернуть. А это точно не особенность работы драйвера в MySQL? Может быть, просто сам ПДО или MySQL MD или MySQL клиент. Ну, те библиотеки, которые обеспечивают работу PHP с MySQL. Может быть, это они делают допускать такую ошибку? Или... Ну, понятно, что если использовать MySQL, этот класс 303, да? Ну, да. Ну, да. Я думаю, что такой проблемой просто не будет, если... Все зависит от того, как написан драйвер или как продумана клиентская библиотека для работы с базой данных. Если ваша клиентская библиотека умеет после запроса получить результат, что она вставила и какой новый айтишник в этой записи, то ему не нужно делать специальный запрос для получения этих данных. Может быть, это протокол MySQL просто не предусматривает после вставки информирование клиента о том, какой айтишник новый. Ну, он... Я не уверен насчет пасгресса, но обычно он, по-моему, говорит, что он ясно знал такое-то. То есть это само протоколе заложено, так что... Это, кстати, очень интересная штука. В пасгрессе много предусмотрено вот таких вот вещей, о которых в MySQL просто не задовываются, они по умолчанию работают. И люди уже привыкли к этому, а это не совсем верно. Может быть, не стоило... Ну, может быть, сама эта идея запрашивать потом, а что я вставил, как-то она не очень удобна в жизни. А, нет, все попадает. Пойду, уже нормально все работает. Не хватает, например, поддержки нативных типов. Я хочу, например, записывать объекты, свойства. Они должны автоматически сериализоваться в JSON. Или массивы хочу, чтобы были автоматически сериализоваться. А этого нет. Или хочу, чтобы timestamp автоматически кастился в datetime. Ну, я имею в виду, у меня есть поле в пасгрессе типа timestamp. Я хочу, чтобы, когда я делал запрос, это свойство в ORM выглядело как объект от datetime. Другого нет. Это не пасгресса проблема, да. Это пасгресса проблема, да. Это пасгресса проблема. Надо, чтобы просто писал туда, а никто не пишет. В Ruby и в Python просто ORM это делают. Они очень много всего сделали именно для того, чтобы поддерживать вот эти все полезные вещи пасгрессовые. А вот, у меня есть массивы. Давайте сделаем, чтобы оно в массив превращалось. Есть hstore. Hstore в Python мапится на встроенный тип данных dictionary. Если кто-то знает про Python, в Python есть тип данных, dictionary. Hstore максимально похож на dictionary. Он говорит, как будто бы он и есть. И вот в ПКП такого нет. Это где можно? Я просто доктрину мало юзал, поэтому я не всех возможностей не знаю. Мы сейчас используем в проекте доктрину и я как бы не основной разработчик, я побочный проект рядом делаю и с ПКП, и с БКП мало имею дела. Поэтому я не знаю. А они все время мне жаловались, что там что-то нет, что-то не работает. Я подумал, что, наверное, с Квасбесом не очень хорошо. Прямо с этими новыми темами, просто, например, если вы возьмете на колонны Квасбеса, то лично вычисли, то нельзя прислать. А? Ну понятно. Ну понятно. Так, мне тут мой ключ, пора заканчивать. И поэтому, если еще будут вопросы, подходите после лекции. Всем спасибо.